Сразу два уголовных дела в отношении сотрудников ЖО-5 по линии защиты бюджетных средств в 2018 году. О подробностях полицейские на совете рассказать отказались в интересах следствия. В планах на 2019 год у нас работа намечена. Есть информация оперативная, которая проверяется. В 2019 году лучше показать по защите бюджета. Департамент образования читался по своей линии. ОГЭ и ЕГЭ проходят под видеонаблюдением. Большая часть горожан зачисляют детей в школу через госуслуги. 40% мест, когда родители приходят непосредственно в школу и пишут заявление. На комиссии поинтересовались, как контролируется очередь в данном случае. Ночью занимают очередь, дежурят для того, чтобы только попасть первым человеком на запись. А потом начинаются жалобы, что я записался там вторым, но оказался 16 или 20. Мы начинаем разбираться в этой части. Но это только если жалоба. А если нет жалоб, вы как-то проверяете вообще контроль за директорами, за школой? В итоге межведомственный совет поручил департаменту разработать систему контроля в данном вопросе. В рамках борьбы с коррупцией в городе работает и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих. Двое сотрудников неправильно отчитались о доходах. Применены меры в отношении данного сотрудника, который нарушил достоверность и полноту сведений о доходах. Применено дисциплинарное взыскание в виде замечания на одного сотрудника. Второй сотрудник у нас уволен. Пропаганду о недопустимости коррупции в прошлом году признали эффективной. В 2019-м эту работу решили продолжить в усиленном формате. Наталья Платонова, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск».